Привет, друзья! С вами Сева на канале JiggerDrink. И сегодня я не один пивенос. Сегодня у меня в гостях мой друг Стэнни Папарелло. Мы знакомы достаточно давно, видимся крайне редко. Раз в гостях в ресторане Синькевич-Городе Омске. И мы будем сегодня пробовать вместе с ней вина, который она и представляет, компанию Форнези Вини. Вот, и мы начнем, наверное, с Alta Quota Picorino Terra di Cienti Gran Sesso. Кети, Кети, Кети. Вот Стэнни очень хорошо говорит по-русски, поэтому переводчик даже не понадобится. Ну, мне так хорошо, но попробуй. Окей. Стэнни, что значит вот Alta Quota? Почему это название появилось на этикетке? Потому что вот это вино делается виноградным сортом Picorino, который растет, выращивается на берегу моря, но наши горе очень близко к морю находятся. И вот наши горе 3000 метров. Это Gran Sesso? Это Gran Sesso. Alta Quota по-итальянски, ну, можно перевести как высоко. Ну, в общем, потому что, несмотря на то, что вот наши виноградники растут близко к морю, все равно они достаточно высоко, близко тоже к горам. То есть, этим самым отображается, скажем так, участие гор в формировании вкуса вина? Конечно, конечно, потому что у нас горе такие высокие, они позволяют круглый год, целый год, имеют достаточно высокий перепад температуры между ночью и днем. И это сильно влияет на свежесть, на ароматы, на фруктовость. Ну, и вообще на созревание вина. Да. Ну, давайте попробуем. Так, вино достаточно, кстати, молодой. Это у нас 15-й год, что, несомненно, плюс этому вино. Цвет вина. Очень приятный, свежий соломенный цвет, такой очень легкий, даже чуть-чуть золотистый. Очень радует глаз и с очень хорошим живым блеском. Что говорит о хорошем, такой предположительно хорошая текстура вина будет. Первый нос. Ну, я не знаю, что ты думаешь, мне кажется, достаточно фруктовый. Да, такие нежные фрукты. Сосревшие. Сосревшие. А, зрелые. А, зрелые. Да, зрелые фрукты. Не знаю, почему-то как-то у меня был не семилен. Говорю, что пекорина именно альтаквота пахнет немножко барбарисом, но мне так не кажется. Я даже не знаю, что такое барбарис по-русски. А, это ягода такая. Мне больше кажется, знаешь, оттенки манго или ананаса, вот такие приятные. Да, более экзотические, тропические. Здорово, очень полный, хороший, но при этом нежный, не агрессивный аромат, он очень элегантный. Да, есть какие-то тоже ноты ванилия и ореха. Это все происходит от того, от видержки. Мы все равно выдерживаем это вино чуть-чуть тоже в бочке. Ну, только 20 процентов всего. А, от всего. Ну да, есть что-то там ореховое, может быть, напоминающее фундук или арахис. Да, да. Окей, давай попробуем. Ой, рот еще более фруктовый, еще более такой экзотический. А, почувствуешь тоже минералность, как будто там есть соль. Да, на середине языка. Очень хорошо чувствуется минеральная. Это все происходит от моря, на самом деле, которое там близко. Ну да, с пекорино, в самом по себе название забавное, потому что пекорино, если не ошибаюсь, Маленькая овца. Маленькая овца, да, овечка. Овечка, да. Вот. И есть такой еще сорт сыра в Италии, пекорино. Который делается из овечьего молока. Вот. Поэтому я не знаю, с чем это связано, почему похоже. Нет, это связано с тем, что вот те люди, которые занимались скотоводством в прошлом, они тоже выращивали виноградники пекорино. И они, может быть, когда были немножко пьяными тоже, вот, подумали, что гроздик пекорино очень похожий на голову овцы. А, понятно. Вот эта история. То есть, это все-таки взаимосвязано все. Окей. Что еще стоит отметить? Пекорино – это местный сорт из Абруцио. Его можно встретить в большей части именно там. И он там дает самые такие вот интересные, свежие, тропические при этом вина. И я хочу сказать, что это достаточно гастрономичное вино. Если брать вот кулинарию непосредственно в Абруцио, с чем там пьют пекорино? Что подают? Ну, у нас очень много готовят там с мясом, особенно баранина. Но у нас тоже культура очень богатая с морепродуктами. Потому что вот именно… Ну, близость моря располагает. Да, да. И пекорино такое легкое, но не очень на самом деле. Его можно сочетать именно вот с морепродуктами, у которых есть жир немножко. А, окей. Ну, вот мы сегодня будем на нашем ужине-то вино пробовать сочетать с треской, с судаком. Ну, то есть, это речная рыба. Да, как раз у нас тоже есть очень большая история там с этим, с этой рыбой. Мы это готовим тоже с красным перцом. Поэтому можно, да, тоже так сосчитать. Окей, мне тоже кажется, что фруктовые нотки очень хорошо будет оттенять остроту какого-то блюда. Ну, это было бы очень неплохо. Да. Окей. Супер вино. Рекомендовано, естественно, нами и нашим каналом Джиггердринг. И цена вопроса – 1400-1500. Вы встретите это вино в магазине. Так что смело можете покупать, получать удовольствие. Особенно, если вы любите острую кухню и рыбу. Окей, продолжаем нашу дегустацию, обзор вина. И у нас уникальный вино. В прошлый раз, когда мы снимали ролики, было очень много вопросов про сервистоэнгидрит, зачем он нужен. И я объяснял тогда очень долго, что всё-таки без этого вещества СО2 практически вино сделать современным невозможно. Потому что это ведёт к преждевременному окислению вина, к неконтролируемой порче. И много-много положительных вещей есть у использования сервистоэнгидрита, то есть СО2. Ну вот, Стэнья привезла нам вино, в котором нет СО2. Никогда не было. Оно называется Зеро. Ну, понятно, почему. Потому что нет СО2. Да, точно. Молодец. Альянико Дель Вультуре, Пиполи. Альянико – это компания? Это компания, но это тоже базиликата на самом деле. Потому что нас, Альянико, растёт главным образом в регионе компания. Но тоже базиликата. А это базиликата? Базиликата – это такой маленький-маленький регион. Да, да, да. Он совсем такой. Все знают это, да? Да, это носок такой, там, где вот… Есть носок и каблук. Между каблуком и носком есть базиликата. Вот там находится. И на самом деле в базиликате очень мало растёт виноград. Но те, которые есть, они вообще очень вкусные. Супер. Открываем. Вот. Это будет очень интересный способ узнать. Вообще Альянико – это достаточно тонинный сорт винограда. Да. И в данном случае вот наличие вот этого огромного количества тонинов и обеспечивает, как естественный консервант, как фермент первоочередной к окислению, он обеспечивает вот эту нужную сохранность вина без использования серо-мистового гидрида и СО2. Супер. Сейчас посмотрим. Да, как там. Итак. Пробуем. Смотрим на цвет. Хороший ровный цвет, ближе к рубиновому. Ну, вот что-то в нём есть такое, немножко, не скажу, что это коричневый, это такой чернильный немножко оттенок у него, как у чернила. Да. И обычно он может даже получать немножко ещё более прозрачный. То есть Альянико – это такой сорт, который более лёгкий по цвету. Да, он цвет не даёт мощный, но даёт очень мощный тонин. Да. Он похож на этим нанибиолу. На нанибиолу, да. Да, да. Вот и говорят, что Альянико – это как бароло, из Юга Италии. Южная барола. Ну, блеск очень живой, явно очень много алкоголя, 13,5. Ну, аромат, конечно, потрясающий, тёплый, он прям нежнейший. Да. Бесмотря на то, что я ожидал чего-то такого сильного. Тёплый, хорошо сложенный аромат чёрных ягод. Непряностей, я даже не знаю каких, но немножко пряного оттенка чёрного перца, прям совсем чуть-чуть. И что-то есть такое от мяса, вот, я не знаю даже, как это назвать, животный оттенок такой какой-то. Да, как кожа чуть-чуть. Может быть, даже какие-то цветы, как ни странно. Бальзамик оттенок. Бальзамические нотки, да. Вот это, да, кстати, бальзамические оттенки есть. В общем, назвать это вино ягодным нельзя, вот так, по большому счёту. Те ягодные нотки, которые здесь есть, но они гораздо скромнее. Да, скромнее, потому что здесь очень много всего на самом деле. Есть разные ноты, и они играют между собой. Ну, аромат очень оригинальный, я бы сказала, что это достаточно мужской такой аромат. Он мужской не потому, что он какой-то очень яркий, интенсивный, как вино Нового Света. Он по характеру, по-своему, такой взрослый. И давайте попробуем. Пытаюсь оценить долгое в послевкусе. Это очень долгое послевкусие, мне кажется. Да, вот это вот пряное ощущение. Во рту очень сильно закрепляется, и вот ощущение даже уже появляется, больше открывается бальзамический какой-то оттенок кожаный, а ягодки совсем куда-то уходят на второй план. Ну и, конечно, такое тёплое ощущение внутри. Я не знаю. Мне хочется почему-то ягнёнка или утку. Мне кажется, это вот что-то из бургундской кухни. Я не знаю просто кухню компании и базиликаты. Но мне кажется, вот что-то такое в красном вине птица, утяная грудка маграя, да, вот что-то в таком духе. Как раз вот в базиликате очень много дичи, особенно вот в птице. Да, круто. Да, можно сочетать тоже с местным каким-то дикой. Ну, куропатка, например, было бы очень круто. Потому что, с одной стороны, это очень стильное вино, но я не скажу, что это тонин, который прям, знаете, такой мощный-мощный. Нет, даже можно вот с нарезкой какой-нибудь колбасы, но, которая даже гастроном. Ну, то есть, нарезочка из колбас каких-то хороших. Ну да, пожалуй, да. Слушай, ну это здорово. И плюс нету сульфитов здесь, поэтому можно пить сколько угодно. Но я вам скажу, что это большое исключение из правил, вино без сульфита, потому что, ну вот, получается, что 99,9% будет сульфитами. В данном случае это очень серьезное исключение. Это уникальное вино. Если у вас есть аллергия на СО2, и вы любите вино, то у вас выбор невелик. Получается так. И если честно, вот это очень сложно на самом деле, делать вино без сульфитов вообще, потому что его сложно можно выдерживать, сохранится времени. И иногда даже вот тоннини слишком сильные могут получать. А вот здесь тоннини на самом деле. Да, грубоват. А здесь вино получается очень деликатно. Несмотря на... Вот сейчас сижу, все-таки не проходит это ощущение пряного вкуса. Потрясающе. Очень хорошо. Окей. Цена вопроса за эту бутылку. Это где-то порядка 1200 рублей. Это не глобально дорогое вино, несмотря на свой уникальный подход отсутствия СО2. И давайте наполним эти бутылочки. Каждый из этих я готов наполнить на 80%, ибо это действительно очень классные вина с сочетанием цена-качества. Вот. И оба вина производятся в компании Форнези Вини. Форнези Вини. Альта Квота Пикарина Терра Ди. Кети. Вот Гран Сассо и Альяника Дель Вультура Зеро Пиполи. Спасибо большое, Стэнни, что согласилась на этот телевизионный эксперимент. Молодец, что все выпил. Ну да, это вкусно. Все, в один раз. Молодец, я не умею. Ну мы еще вечером будем сейчас пить вино. Чуть больше вкусного вина.